Уважаемый Ислав Викторович, Президиум, уважаемые депутаты! 19 декабря 2016 года подписано распоряжение Президента Российской Федерации о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России. Я считаю, что признание данного события на самом высоком уровне должно положить на конец стремлению отдельных оголтелых политиков о черни завоевании Великого Октября и весь период советской власти. 100 лет назад произошло одно из величайших переломных событий в истории нашей страны, результатом которого стали кардинальные геополитические и экономические перемены не только в России, но и во всем мире. Уважаемые депутаты! Седьмой созыв Государственной Думы проработал уже 6 месяцев. История подтверждает, что истинно народный представительство во власти всегда ведет к модернизации и нормализации общественной жизни. Избранный на основе равного и прямого избирательного права парламент – главный демократический институт сегодня в нашей стране. И я, как депутат всех предыдущих созывов, думаю, имею полное право сегодня заявить, что эта трибуна нам с вами дана не для того, чтобы огульно клемить наше великое историческое прошлое, а для того, чтобы в первую очередь в своей законотворческой работе знать и точно отражать настроение общества. Сегодня усилиями председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володнина поднимается статус и роль парламента, и мы должны с вами с полной ответственностью относиться и к слову, и к делу. Сегодня мало кто говорит о том, что и февральская, и октябрьская революции были закономерны и неизбежны. В 1916 году половина мужского и женского населения не доживала до 20 и 25 лет, соответственно. Средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет. По данным переписи 1897 года, только 21%, вдумайтесь, жителей России умели читать и писать. Все это являлось следствием глубоких и острейших социальных, политических и экономических противоречий. Один из моих дедов был участником трагических событий Ленского расстрела, Туликов Семен, в 1912 году, в котором пострадало по разным оценкам от 250 до 500 человек. В 1966 году я его спросил, дед, а что поднялись? Первый его ответ он сказал, немец был хозяин, мясо тухлое, хлеб гнилой, вот народ и поднялся. Первый раз пригнали казачков, постигали нас, сказали, через 10 дней будет лучше, через 10 дней еще хуже. Пригнали, начали стрелять, подожгли и разбежались. Именно благодаря революции, осуществленной в октябре большевиками, удалось обуздать тот разрушительный хаос, который к тому времени еще более усугубился февральской революцией. Всего лишь за 20 лет Советской России не только искоренила безграмотность, но и подготовила мощную промышленную научно-техническую базу, позволившую победить в Великой Отечественной войне, совершить револю в космос, нейтрализовать угрозу ядерной войны. Нам всем необходимо помнить, что именно под руководством Иосифа Сталина, Коммунистической партии Советского Союза, советский народ не только победил в самой крупнепролитной войне, но и достиг невероятного расцвета научного, культурного, промышленного потенциала, плодами которого мы пользуемся и сегодня. Политические преобразования в стране в полной мере отразились и на качестве жизни и здоровья населения. Физическую культуру и спорт стали частью советской идеологии, общественной жизни и массовой культуры. Военно-спортивные клубы были образованы не только в крупных центрах, но и в губернских и уездных городах, в небольших поселках, вплоть до станций железных дорог. Все это положительно отразилось на достижениях советских спортсменов, на международной арене, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр. К вашему сведению, спортсмены СССР стали вторые после Америки в очкомандном зачете по количеству медалей за всю историю Олимпийских игр. Их завоевано 1204, в том числе 473 золотых. В этой связи сегодня словами главного идеолога революции Владимировича Ленина и его бессмертной идеей социальной справедливости я призываю всех депутатов Государственной Думы быть ближе к жизни и избегать политической трескотни. Коммунистическая партия Российской Федерации всегда выступала с актуальной повесткой и сегодня последовательно призывает сосредоточиться на важнейших проблемах социально-экономического развития страны. В нашем гимне есть слова «Хранимая Богом родная земля». Так почему мы не храним эту землю? И сегодня более 40 миллионов гектар выведены из оборота, зарастают бурьяном, лесом, чертополохом. В советское время вклад агропромышленного комплекса в валовый внутренний продукт страны составлял более 20%. Сельское хозяйство надежно обеспечило сырьем предприятий смежных отраслей. В стране работало 18 тысяч совхозов, 300 тысяч колхозов. В них трудились более 3 миллионов квалифицированных кадров и специалистов. Совхозы и колхозы обеспечили работы десятки миллионов человек в других отраслях народного хозяйства. Нам также принципиально важно законодательно реализовать гарантированную Конституцию Российской Федерации образование и здравоохранение для всех граждан страны. Буквально недавно, 17 февраля 2017 года, Государственная Дума отклонила предложенные фракции КПРФ законопроект об образовании для всех. Наши память еще свежует обсуждение этой инициативы. Однако совсем недавно в нашем комитете на встрече с молодежным парламентом обсуждали вопрос развития Дальнего Востока, где они обратили внимание на полное отсутствие мотивации не только жить и работать, но и учиться. Там в связи с ничтожным количеством бюджетных мест. О каких национальных приоритетах тогда может идти речь? Нормой жизни стало почти ежедневно. Я думаю, что вы видите, почти по всем телеканалам бесконечно призывают помочь больным детям. Это же унизительно для современной России. Но если не согласны вы применить предложенный КПРФ прогрессивную шкалу налогообложения, то давайте хотя бы создадим законодательные посылки для меценатства, чтобы миллиардеры, число которых в России растет вне зависимости от любых экономических законов, оказывали необходимую помощь таким детям. Они телеканалы вещали и просили. Русский народ сердоболен и всегда поддерживает. КПРФ неоднократно выступали с инициативой детях войны. Так или иначе нам необходимо устранить историческую несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства и наравне со взрослым на заводах и фабриках, колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом. Уважаемые депутаты, вековой юбилей – повод оглянуться назад, дать не политическую оценку нашего прошлого, но помнить ее историческое значение нам самим, нашим детям и внукам. Октябрьская революция была и остается эпохальным событием. Это бесспорный факт. Мы не зря вспоминаем исторические даты, отмечаем их. Это память, воспитание, посыл в будущее. Конечно, пройти в 2017 году мимо столетий Великой Октябрьской революции невозможно. От имени Коммунистической партии Российской Федерации, фракции КПРФ, я призываю всех отдать дань заслуженного уважения этому событию и приступить к слаженной плодотворной работе, так же, как сегодня добрососедствуют царские орлы и рубиновые красные звезды на башне Кремля на Красной площади. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова